Всем привет! Притутуб. Солнечная талия на проводе. София уже прибежала со школы. Сашка прибежала, деньги взяла, побежала. У нее сегодня дополнительная по гитаре. Да, у нас хорошая погода. Сейчас я отвечу быстренько на ваши вопросы, где я пропала. По поводу Ютуба. Вам огромное спасибо за активность. Огромное спасибо за ваши комментарии, женщины, мальчики, мужчины. В любом случае, всем с Ютуба никто не уходит. Я просто говорила, что у меня уже третий год подряд начинается аллергия на какой-то цветок. Я думаю, возможно, это мимоза. У меня опухают глаза вот такие краснющие, чешутся. Я вот опять сегодня первый раз вышла на улицу, первый раз накрасила за неделю глаза. Потому что было просто невозможно притронуться. Пользуюсь я там каплей у меня и мазь у меня есть. Но я просто стараюсь как можно меньше. Ты поздоровайся со всеми, Софья. Всем привет. Ручки помои, дочь. Это самое. Погодка у нас хорошая, хотя на днях был ураган. Где-то, наверное, дня два назад такой сильный порыв. Ну, с мылом, доц. Сильный такой порывистый ветер был сегодня. Здесь даже одно дерево отрезали. Видела, Софья? Семь. Потому что оно наполовину упало. Прям деревья летали, как Ил-76, понимаете, от ветра. Так что я дома. Ничего не происходит такого важного. У меня дизель и Байкал. Киры нет. Кира с Карлосом. Что еще новенького? Вот погода разгуляется. Будем уже садить цветочки и менять шторки. На том сайте, на котором я заказывала, когда мне сказали, какого-то продукта нет, говорят, выберите сумку. Я говорю, я сумку не хочу. Они говорят, ну, выберите что-нибудь другое тогда. И я как-то что-то так забросила. Не знаю. Надо пойти полазить, посмотреть что-нибудь. Я просто такой человек, что мне надо сразу и в данный момент. Короче, что еще? По вашим ссылкам смотрела сериал. И огромное спасибо за фильм, кто посоветовал Татьяне на ночь. Фильм просто обалденный. Мне очень понравился. Потом мне написала там женщина одна тоже. Говорит, Марина, дайте ссылки на фильмы, о которых вы говорили. Я просто в тот раз, когда выпускала последнее видео, я сказала, ссылки под видео. Но я имела в виду под видео, там не комментарии. А потом, видно, мои комментарии ушли вниз. Потому что вы очень активны и ваших комментариев очень много. И не ругайтесь в комментариях друг на друга. Потому что, ну, и так уже вокруг... Ой, нос чешется. И так уже вокруг, чтоб попало. Понимаете, еще мы будем ругаться. София, бери, она уже вся готова. Вот. И я сказала, женщина мне говорит, типа, дайте ссылки на фильмы, о которых вы говорили. Я ей дала ссылки. Она говорит, не-не, там еще, говорит, какой-то, говорит, был фильм. Вы его очень хвалили. Я русонная лошица, леспящая лошара. Она говорит, ну, наверное. Вот. И я ей скинула фильм, уже через гугл его надо просто искать. И вот один, к чему веду. Один из таких фильмов, который я на этой неделе пересматривала. Фильм называется «Второе восстание Спартака». Я уже о нем как-то говорила, может, где-то полгода назад. Я говорила, что я смотрела этот фильм. Он просто потрясный. Он просто... Это шикардос. Вот его как «Спящую лошару» и «Сонную кобылу» можно пересматривать несколько раз. Обалденный фильм. Второе «Восстание Спартака». Забейте в Ютубе, посмотрите. «Татьянин день», я говорила, очень классный. И сейчас я смотрю сериал, он называется «Голубка». Сериал тоже на одном дыхании смотрится. Единственное, что он выходит типа по сериям. Ну, допустим, сейчас вот вышла, в Ютубе только 8 серий. А если искать через гугл, там уже есть 12 или 13 серий. Но сериал классный. Я сейчас дошла до 8 серии на Ютубе. Так как я не могу ждать сегодня, пока там вечером кто-то его загрузит. Я пошла на сайт и уже с сайта буду сегодня продолжать смотреть «Голубку». Фильм просто балдеж. Я вам говорю. Особенно вот сейчас впереди выходные. Если у кого-то дождливые, холодные вечера, вы можете спокойно проводить около этих сериалов. Они мне уже должны вообще за рекламу платить, понимаете? Потому что рекламирую постоянно фильмы. Ну и Татьяна Денька, кто-то из вас присылал, тоже очень понравилось. Что еще у нас? Забор, что как-то я ничего. Никакого кризиса у меня нет. Просто как-то не снималась, потому что, во-первых, с тряпкой сильно не полазаешь. Девочки говорят, когда уже уборку будете делать, вы нас вдохновляете. С тряпкой тоже сильно не полазишь, потому что, естественно, это будет пыль лететь, еще что-то. Не хочется как бы трамвировать глазное яблоко. Вот. Ну а сейчас, конечно, у нас, я же опять говорю, девчонка тоже там написала. Говорит, что вы говорите, солнечная Италия, как не включить у вас дожди? Ну, дожди в Италии, как для Африки солнце, понимаете? То есть дождливая Италия, это понятно. Но все равно надо, чтобы немножко погода задержалась в таком состоянии, в котором она сейчас. Боже, что я несу? Ну, ладно, кто привык, привык. Уже хочется постирать свои все зимние вещи, потому что пальто, в принципе, зимние парки уже никто не носит. Хочется это все постирать, уже убрать. Но пока еще висит в коридоре, думаю, мало ли там вечером куда-то что-то кому-то выбежать. Все-таки вечером немножко прохладно. А дети у меня уже в футболках, в кедах, уже как-то полураздеты. Вот и все. Поэтому, как бы, видео по этому и не было. Потому что девчонки начали, там я смотрю, пошли слухи по Ютубу, скажем так, что типа Иланова уходит с Ютуба или у нее кризис какой-то там. Не-не, не кризис, не уйду, не дождетесь. Вот, по собственному желанию, по крайней мере. Мне это нравится. Этим давно занимаюсь. Держи, дизель. Оп, переключаемся. Давайте я сразу отвечу на несколько ваших комментариев, на которые я не ответила и, ну, и почитала нужным ответить вам в видео. Нормальный у меня план? Потому что здесь девочка говорит, что у вас там на стене половина бумаги отклеена. Это у меня кошка дерет. Сколько не приклеила, и дерет, и дерет. Потом я забываю купить новую бумагу туда, подклеить. Ну, уж извините, если бросается в глаза, но, тем не менее, это не столь важные вещи в жизни. Смотрите, много, вот, несколько комментариев по поводу средней дочери и по поводу мальчиков, опять же, по поводу сексуального воспитания. Несколько прям комментариев, и прям вы там переругались половину все. Я не знаю, зачем вы так ругаетесь. Во-первых, говорю, смотрите на нас, наделайте, как мы. Во-вторых, я считаю, что если у детей в этом возрасте, там, 13-14 лет, есть какие-то там, ну, или назвать это им нравится, или это первая любовь, или это первая симпатия. То есть вы все равно, из башки ребенка, подростка, вы это все равно никуда не денете. Понимаете? Это возраст такой. Если кто-то сидит и очень много занимается учением, и это не значит, что у него нет этих переживаний, этих первых чувств и первой симпатии. Но я уже на эту тему как-то рассказывала. Потом, вы странная женщина, чего вы не поговорите с ней о сексуальном воспитании? Ну, вы же не знаете, что мы разговариваем ли мы с ней о сексуальном воспитании или нет. Карл постоянно разговаривает с девочками уже на протяжении, наверное, лет 3, года 3, наверное. Он уже рассказывает об отношении мальчика, девочки, женщины, мужчины. То есть это присутствует. Там уже, знаете, у каждого свое. Естественно, переживаешь, естественно, ты не хочешь этого, хочешь, чтобы это попозже случилась, вот эта вот симпатия. Ну, а что делать? Когда симпатия есть, она есть. Главное, что они тебе это доверяют, что они это не скрывают. Где-то там она лежит и смотрит в потолок и страдает. Нет, тебе рассказывают, с тобой делятся впечатлениями о жизни, ее восприятии, если так можно сказать. Нет, об этом разговаривать. Поэтому не ругайтесь в этом самом, как его, в комментариях. И так уже столько ругать не. Еще мы будем ругаться в комментариях, вообще будет кошмар. Вы же взрослые, я что понимаю, это же взрослые, женщины пишут. Вот, такие, ну вот опять же, да, несовершенная дочь встречается с мальчиком. В принципе, они встречаются еще сейчас пока, с 3 до 6 вечера, только в воскресенье, потому что учатся. Вот, когда начнется лето, тогда начнутся уже такие вот переживания, переживания начнутся. А пока школа, пока видятся раз в неделю по 3 часа, переживаем, переживаем. Не, 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 вы за нас так не переживайте, потому что я смотрю здесь прям вообще, прям вот крик, крик души, и прям вообще, не надо, не ругайтесь. А, еще такой классный комментарий. Зачем сливать информацию о храпе своего мужа? Это так некрасиво, боже, какая информация о храпе? Да, полстраны храпит, о чем вы говорите? Девки, вы как что-то настрочите? Ну, вас подержало 60 человек, в том плане, что, типа, эта информация не должна была выйти из семьи. Храп из семьи не выносится. Вот, ну, в основном тут были комментарии по поводу Шурыгина, и, как вы знаете, что с логотипом Шурыгиной вышли уже и кружки, и кепки, и даже какой-то, типа, не Макдональдс, а какой-то другой, какое-то другое заведение на подобии Макдональдса взяло уже как логотип ее изображение. Это я к тому, что мир сошел с ума. От того, что мы с вами высказали свое мнение, пописали это в комментариях, мы ничего не изменили. Главное, чтобы эта передача изменила жизнь тех подростков, которые ее посмотрели, эту передачу, и сделали выводы. Так. А, ну вот, где семейные влоги, что происходит? Уважая своих подписчиков, не гони халтуру, раньше ты снимала отличные влоги, способные выводить на эмоции. Ребят, блин, ну я же вам в этом же видео рассказываю, что есть какие-то вещи, по причине которых, есть какие-то причины, по которым я не делаю, не выхожу на улицу, не хожу никуда, и там ни с кем не встречаюсь. Я же вам уже сказала, возможно, это состояние здоровья, возможно, это там еще что-то, и возможно, там еще что-то. Потому что вы на мой же вопрос задаете, опять же, вопросов. Так, ну и все, тут потому что там вопросов очень много было. А, вот, а мне написали, а мне больше нравится рубрика «Говорящая голова», ставлю вам лайк. Спасибо. Да не, ну конечно, никто с Ютуба не уходит, видео все не будут, это все понятно. А, и вот, кстати, классный комментарий, да, я хотела на него ответить, я его читала. Написано, Марина, по поводу, вы по ходу в прошлом такая же Шурыгина, если ее поддерживать. Я ее вообще не поддерживаю, понимаете, я же не лямки для трусов, чтобы их поддерживать, или как они называются. Хотя, да, ваша внешность, поведение, говорят об этом. Прошли по ходу и Крым, и Рим, и медные трубы, это я уже добавляю. Я просто не знаю, как вам ответить на этот вопрос, но если вы так считаете, ну почему бы и нет. Вы правы так считать, что я какая-то там Шурыгина, или Мурыгина, и все остальное. Я не на этот вопрос хотела ответить, но прочитала, уже вам отвечу. Если вы так думаете, я же вам говорю, что это вы так думаете. От того, что вы так думаете, моя жизнь никак не изменится. Я вас не знаю, у вас даже там, кстати, фотографий нет. Марина, что ты врешь на стороне Шурыгиной-то, и оно опять же, ладно. А, и у моей славы поведение такое же наглое, тоже абсолютно. Вот ваш комментарий висит, а то потом будете кричать, где мои комментарии. Ваши комментарии висят, можете их читать. Вот. Что у меня будут внуки-мальчики, так нельзя, Марина, вообще обсуждать детей и подростков. Ну, у меня просто эти темы наболевшие, потому что у меня у самой дети и подростки. Поэтому я никого никогда не поддерживала. И, между прочим, знаете, никогда не... Ладно, давайте не будем, это сейчас начнется. Так. Не хочу говорить, потому что сейчас начнется. Вот где-то здесь было от того, что... Доченьки, спасибо по поводу Сережек. Да, я их потом Софии подарила, потом София их повесила. Я говорю, ну давай я хоть тогда поношу, раз пока не висит. Доченьки, спасибо за хороший комментарий. Вот прям вообще огромное, много комментариев хороших. Вот опять же, ваш комментарий висит, вы никуда не дели, чтобы вы не переживали. Зачем Карлосу жить с нищей теткой? Страшнее его самого, кормить чужих детей зачем? С чего вы взяли, что он кормит моих детей? Я вот этого не могу понять. Не богач, ну и что? Все же богатые, не все же богатые в этом мире. Во всяком случае, работяга, не алкаш. Создал бы свою семью детей. Вы хотя бы уже определились, кто пишет, что алкаш, а кто не алкаш. Свою семью детей. Я только за это, пусть создают свою семью детей. Я детей рожать не хочу. Я уже 20 раз отвечала на этот вопрос. Их что, закручивать их, как помидоры в банке? Так, зачем ему эта тупенькая, симпатичная Марина со своими выводками? Ну, женщина. Ну вот, зачем? Затем, чтобы вам было что написать. А то я не была такой, чтобы вы мне писали. Так, давайте еще вот где-то здесь был про Панина. Что типа, я сейчас не могу найти комментарий. Было написано, что вы постоянно защищаете все плохое и того же Панина. Я и Панина не защищала. Вам показали какое-то видео, где там все в квадратиках. Не поймешь, Панин это или не Панин. Все уже сделали видео, только потому, что это показали по телевизору и сказали, что это он. Почему вы не выслушали вторую сторону? Когда он потом же видео выпустил, сказал, что это не он, доказательств нет. Не, не говорю, что вы. Но вот некоторые, кто это пишет, вы просто, знаете, вам дали, показали вам тряпку. Помахали, как перед быхом, красная тряпка. И все, и вы побежали. Даже мысли свои не развили. Но опять же говорю, я сейчас не ругаюсь, я просто свои мысли высказываю. Что не надо, не надо. Ладненько, ну все, наверное, это такие сразу... А, вот еще девочка пишет, что в Польше тоже маникюр стоит покрытием 20-25 евро. У меня не маникюр, просто что за 25 евро вам покрасили гелевым лаком ногти. Все, маникюр я делаю дома. Тоже видео сказал, что я маникюр не делаю в салонах. Я сама дома делаю. Пойду делать, может, на этой неделе перекрашу. Хотя еще пока нормально. Ну все, по-моему, вот эти вот такие вот вопросы, которые были, главное, такие крысь... 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 Мама, рода. Не о том думаю. Я просто нашла уже фильм «Голубка» в гугле на сайте. Сейчас буду продолжать смотреть девятую серию. Уже думаю совершенно не о том. Где у Карла родители? У Карла родители в Калабрии. Папе уже 80 лет. Мама до сих пор еще работает учительницей младших классов. Там же его сестра. Есть на канале видео с его родной сестрой, когда она к нам приезжала. С мужем и с его племяшкой. У меня сегодня дизель и Байкал дома. Киры нет. Я не знаю, что я говорила. Ну и все. В принципе, там большинство характеров, большинство комментариев на меня наложили, на Софии наложили, на Шуругины. Все это в кучу перемешайте. И в принципе ничего такого нового. Но опять же говорю, все ваши комментарии висят. Не переживайте. И не ругайтесь. Потому что вы так прям ругаетесь. Или вы ругаетесь, потому что у вас аватарки. И вам это дает возможность высказаться тем же матом и наехать на человека. Или же это офигизм. Потому что я думаю, если бы ваши фотографии были бы с контакта или с одноклассников. Если в YouTube можно было только через эти сервисы подключаться, и была бы именно ваша фотография. Я думаю, таких бы комментариев было бы намного меньше. Там, где вы оскорбляете или еще что-то делаете. Я если такого не позволяю. Так, девочки, спасибо большое за хорошие комментарии. Огромное спасибо. Огромное. Ну и все, наверное, вот так вот. А, говорит, покажите все свои сережки Сваровские. Да я как-то раздарила. Я то сестре подарила. Плюмяшки, старшей дочери. Две пары подарила, по-моему, Сваровские. Что-то сестре тоже две пары. Что у меня как-то, которые на мне видели, так они у меня и есть. Я их называю не Сваровские, а люстры. Сережки-люстры. Ой, ну многие хорошие тоже комментарии. Большое вам спасибо. А вот еще, кстати, давайте почитаем. Кто-то со мной согласен, но давайте почитаем. Читая комментарии, все больше в людях разочаровываясь. Марина, я с вами согласна по поводу Шурыгиной. Там две стороны пострадали. Хотя у меня трое детей и двое сыновей. Из них думать надо, если ты уже совершеннолетний. Вот так. Так что видите, девочки? Ладненько, давайте, чтобы вас не задерживалось. Марина почитала комментарии под видео, люди сошли с ума. Ну, бывает. Они долбанутые собрались. Это последствия больных выходных. Девчонки. Кстати, некоторые комментарии, когда пишут, и знаете, прямо вот садишь, сам улыбаешься, потому что оно с таким юмором написано. Ладненько. Девчонки, мальчики, мужчины, вам огромное спасибо еще раз за то, что посмотрели на говорящую голову. Всего вам самого хорошего, доброго. Начинаются как раз, хотят сказать, летние выходные. Начинаются как раз выходные, особенно если у кого-то, еще раз говорю, они такие прохладные, некомфортные, то можно спокойно смотреть фильмы, которые я вам перечислила. Это вообще просто, это бомбежно. Особенно вот, кто не смотрел, посмотрите, второе восстание Спартака и Голубка, вот, и Татьяне на ночь. Фильмы потрясающие. Сериалы просто на одном дыхании, расслабляющие, под них отдыхать можно. Пить чай, кофе, грачешклад. Вот, такие вот дела. Ладненько, все, на этом будем с вами прощаться. Огромное вам спасибо за ваши классные комментарии, за ваши плохие комментарии, потому что вы тоже нашли на них время, поставили запятые, все знаки припинания расставили, вложили свою эмоцию, свою мысль, поэтому огромнейшее спасибо, кто делится видео и посетит его в Одноклассников, ВКонтакте, я все это вижу. Девчонки, вам огромное спасибо. Всех мартовских с днем рождения, у кого оно уже как бы началось, у кого оно еще не началось, не пришло. То есть всех мартовских, всех-всех-всех с днем рождения, с наступающим, у кого будет день рождения, потому что я, больше всего, мои самые любимые знаки зодиака, это овен и телец, я просто обожаю эти знаки зодиака, это мои самые любимые знаки зодиака. Все, на этом точно буду прощаться, всем пока-пока, увидимся скоро.